Друзья, всем привет! Мы продолжаем цикл передач Выжить любой ценой в чужом городе, так как в Сочи каху и ребят ищут мусора Переходим к герою сегодняшнего дня Человек-машина, он же Серго, он же Жилистый Давайте посмотрим, какая конкурсная программа досталась ему на сегодня Та-дам! Серго! Здорово, оператор, здорово! Ты что, с бомжами спал? Нет, слушай, какие-то бомжи Это, между прочим, единственные люди в этом городе, которые не взяли у меня денег за ночлег Отвечаю Дай зажигал не давно не ложки оператор я тебя поругаю понял почему потому что это между прочим свое время очень уважаемые люди просто в советское время с ними познакомлю познакомься это витек он герой россии ему он воевал ему в свое время правительство квартиру выдала представляешь квартиру это квартира его просто не хватило денег ее забрать не знаю какой-то судья это галина она кандидат экономических наук между прочим свое время в 2001 году она придумала как сделать так чтобы каждый безработный человек получал по 25 тысяч рублей просто так и это никак бы не влияло на бюджет нашей страны оператор как видишь правительство ее быстро на место познакомься это сахнул на нем вся эта компания держит он самый умный так конченый алкаш знаешь что я тебе скажу оператор нам надо срочно разъебать правительство иначе они нас разъебут бракахахахахахахахаха у нас других вариантов нет брат а все здесьiest посмотри на этих людей бра то они же голубей доп theo вентиля 말이 ei пойдем на journals как он их неправильных ну насколько вкусная а он Matejla вот твой еврей картофель то есть пойдем отсюда или будет седли你是 wyd Nothing Me не пойдем demand mo 250 00 LUFL доjon이라 так вначале думайте но ты на него переживаешь на этом нефней отdad а людей, которые в больнице переживали. Сейчас идем. Все, давайте, мои друзья, хорошей погодой. До свидания. О, пират, вот ты умный человек. Скажи мне одну вещь, мне 25 лет. Почему я с бомжами на улице ночую до сих пор, а? Сырка, потому что надо было учиться. Я тебя умоляю, посмотри на этих людей. Каждый по два высших образования имеется. И пал я эту учебу. В какой стране мы живем? Оператор, я ни хрена понять не могу. У меня в голове вообще не укладывается. Это правительство из этих хороших людей алкашей сделало. Теперь после 11 получается, они им бухло не продают. Я в ужасе. Что ты решаешь? Ты знаешь, мне кажется, что они их намеренно добивают. Я тебе отвечаю. Подонки, у меня это. А-а-а! Гагра! Здорово, слышите! Есть шмаль! Нету. Нету. Что ты смеешься? Это парыга, он кончик. Конечно. Он же второй месяц мне не несет ничего. Я его укол сделаю. Прямо вот в жопу. Подождите, подождите. Э, ты что здесь лежишь? Мне плохо. Давай полюс. Нету. Давай нахуй отсюда тогда. Давай слова насюда не скажи. Больницу, слышишь, ты смеешься? В больницу без полюса нельзя. Понял? В больницу без полюса это как накурился. И не поправила. Все, все, ладно. У меня сейчас дела, потом увидимся. Понял, Каха, вип-палате не то, что я. Отвечай. Каха, здорово! 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 Крайней степени. Я... Ару, вожди. Каха, я тебе похавать мясо, принес мясо. Ау, сау, Серго отвечает. Бомба, нет бомба? Попробуй. А то в больнице хреново готовят... Я знаю, братан, поэтому принес. Это что за мясо, слушай? Да что, это голубь? Бе... Ты, сука, ёбаник, я нахуй! Каха, отвечай, а на конкретный выписал это там мне? Конечно, братан, если ты так говоришь, я в твоих словах. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вспоминаю я тебя, в сердце вновь кричит. Что, блядь, какой миллион? Понял, и на X5 привезёшь мне на новом X5 в последнем кузове, понял? Да, если ты, это я сказал, да. Давай, если ты этого не сдел... Это параллельный, ну, второй звонок там. Алло, Хаси, понял? Короче, возьмёшь на банковский классный пикарточек. Очень серьёзный, очень серьёзный, очень серьёзный. За мной непосредственно Каха звук, понял? Так, Каха, извините. Давай сейчас, извиняй, всё, давай, у меня дела. Мне надо сделать вам укол, ложитесь, пожалуйста. Нужно, делай. Я предупреждаю, укол очень вольёчий, поэтому настройтесь. Лапочка моя, я в своей жизни что только не видел, что сейчас какого-то маленького укола боятся. Понятно? Я серьёзный человек, слушай. Больно? Нет, слушай. Молодец. Выздоравливайте. Сырго, что там, как у вас? Нормально? Нормально? Конкретно дела у нас. Отвечаю. Тебе плохо? Нет, нормально, что плохо? С чего мне будет плохо, я понимаю. Данил, ты куда? Воды хочу купить, пойдём найдём. Бузыка, привет. Здорово. А ты куда бежишь так? Родной, потише, ну, болеть нужно, мне с этой больницей теряюсь. Зачем? Врача испугалась. Ты меня понял, не выписывай, да мне нужно болеть отсюда. Ну, не выписывай, значит, ты ещё болеешь, полежать тебе надо. Валить нужно отсюда, поверь мне, есть на то причины, боли. Музыка, стой. Ты чё, музыка, реально хочешь по простылям с крыши вниз спуститься? Конечно, братец, а что это не шуточки? Мне бежать нужно, слушай, время не ждёт. Всё, давай, братец. Давай. Не поминай, не поминай тихо. Аккуратик. А вот это кто такой, а? Мне просто в больницу без полиса не пускают, а мне реально плохо. Конечно, братец. Папи, вот туда болеть. Сейчас что делаешь, музыка? Сейчас, братец, я хочу выключить, чтобы мы по-тёмному, по-тихому свалили отсюда, чтобы нас никто не спалил. Воня. А как ты в темноте выход найдёшь? А, я дорогу наизусть знаю к выходу. Погнали. А, забыла, ну забыла. С тобой вот всё нормально? Да, отлично. Пойдём к Аху найдём. Ох, блядь. Серго, что случилось? Я упал, оператор. Кто-то свет выключил, я упал, отвечаю. Эти электросети, да, вообще за людей не думают, братан, отвечаю. Мне-то похуй, ну если бы дети шли, братан, если бы дети шли, скажи. Нормально тебе чуть-чуть? Нормально, конечно. Голова не кружится? Чуть-чуть кружится, но это, наверное, потому что хавать хочу, братан. Пойдём к вашему гагри, зайдём, пусть тебе хоть голову перевяжут. Да не надо было это осуществить. Ну как не надо было? Ты видел, что у тебя на голове? Давай, давай. Ауф, да. Понимаешь, ты находишься у врача, тебе по-любому надо раздеться. Доктор, ну мне правда станет лучше. Конечно, станет лучше, я же врач, я не буду обманывать пациентов. Врачи никогда пациентов не обманывают. Вот как тебе объяснить, а? Вот смотри, наш организм, он как аккумулятор. Вот как мы его зарядим, так он и будет работать. Понимаешь? С утра был секс? Нет. Конечно, плохо будет тебе, всё же понятно. Мне тоже так плохо с утра. Но я тебя вылечу, знаешь почему? Потому что у меня есть лечащий аппарат. Самый лучший вот такой лечащий, брат, только у меня есть. Муж есть у тебя? Да. Ну и что? Подумаешь сейчас это? Так, уходи отсюда, быстро уходи отсюда, понятно? И не возвращайся больше, поняла? К своему мужу. А ко мне потом зайдёшь, пугать она меня будет. Гогра, гогра, посмотри. Серго, что это? Это башка моя, гогра. А, я думал говядина. Нет, слушай, какая говядина, гогра? Слушай, а тебе к врачу надо, ты понимаешь? Я знаю, я поэтому к тебе и пришёл, ты же врач. А, забыл, я же врач. Врач я же. Гогра, перевяжи мне голову, хорошо? Конечно, перевяжу. Ну, не потому что болит, а просто стыдно, что так... Я красавец, конечно. Гогра, отвечаю, спасибо. Либо ты меня конкретно поправил. Ладно, ладно, слушай, в любой момент приходи, чем смогу, тем поправил. Хорошо, слава лука. Давай, давай, давай. Так, ты опять здесь, да? Конечно. Полюс придёшь? Так, уходи отсюда. Я тебе сказал, пошёл, вон отсюда, без полюса. Я хотел спросить, где его сделать, но... Я откуда знаю, где его делают? Вообще не понимаю, нахер этот полюс нужен, блядь. Пойдём, Кахи, обратно, пойдём. Ау, плохо мне, не могу понять. Каха, что с тобой? Субтитры сделал DimaTorzok